Давайте раскопаем подстилку рядом с питьевой водой. Заключительный морозный день этой недели. Минус 42. Да, всё бывает. И жук свистит, и бык летает. Посмотрим курятник. А температура в курятнике минус 3 градуса. Дальше не понижается. Вода, как и в предыдущий день, подзамёрзла. А курам такой лёд пробить, тьфу. Теперь, конечно, вместо воды дадим снег. Давайте раскопаем подстилку рядом с питьевой водой. Раскопаем до пола. Как мы видим, она не промёрзла. Значит, причина замерзания воды в другом. Теперь копнём рядом с насестом. Тоже до пола. Тут тоже всё тип-топ. Температура на ощупь. Примерно как и земля в летний сезон. То есть не холодная. Скорее, ближе к тёплой. Значит, мороз поступает из других источников. А именно, через щели в двери. Ну и, конечно, часть тепла уходит через потолок. А в общем, при кратковременных сильных морозах, опилки и тепловая лампа делают своё дело на совесть. Остаётся только приложить руки, утеплить дверь и потолок, и тогда вопрос будет решён положительно и кардинально. Такие морозы дают нам шанс лучше подготовиться к продолжительным холодам. А стало быть, победа будет за нами. Субтитры создавал DimaTorzok